сегодня у нас 12 лекция в ней речь пойдет про скажем так некоторые отклонения от уже привычного для вас соглашение вызова сидекал дальнейший материал это уже будет большая часть лекции будет посвящена тому что мы будем изучать особенности архитектуры x86 64 чем она принципиально отличается от 32 разрядов значит какие вот эти изменения мы будем видеть именно на уровне архитектуры системы команды как для этого придется поменять временами в год ну что тогда давайте приступим в прошлый раз мы с вами остановились на вопросе связанном с тем как нужно правильно распределять данные при создании фрейма значит была очень такая вот простая формула что если используется стандартное соглашение сидекал предполагающее сохранение регистра и бп то мы сразу вычитаем 8 байт потому что из них 4 уйдет на адрес возврата 4 идет на сохраненной и бп но остальное пространство как бы должно в сумме вот с учетом этих 8 байт давать величину кратную 16 и значит соглашение вызова оно вот такое неявное требование накладывает если его это требование выполнить то разрабатывая ваши ассемблерные программы и и правильно подключив ту или иную библиотеку вы получаете возможность вызывать функции которые были написаны на языке си в частности если вы используете вот эти вот два файлика выложены на сайте его инк и и билтасм то в результате сборки программы у вас уже автоматом подключается стандартная библиотека языка си вот эти вот все 24 заголовочных файла которые относятся к этой стандартной библиотеке все то разнообразие функций она уже становится для вас доступным то есть вы должны правильно посмотреть как ту или иную функцию требуется вызвать и дальше соблюдая ее объявление и соблюдая соглашение вызова вы можете непосредственно на ассемблере это все дело осуществлять значит если брать обычные персональные компьютеры под управлением linux windows то нарушение вот этого соглашения по выравниванию общего размера фрейма оно как правило не вызывает никаких аварийных завершений только негативно может повлиять на производительность но опять-таки там силу того что производительность обусловлена целой совокупностью факторов это можно даже и не ощутить но тем не менее в некоторых случаях можно налететь на неприятную особенность аварийное завершение программы если брать ту же самую архитектуру x86 но уже с apple с ними операционками то нарушение этого требования но она сразу же приведет к аварийному завершению собственно почему потому что на самом деле есть отдельно взятая команда значит которым мы с вами не сталкивались и сталкивались потому что она относится уже к расширению команды и она выполняет очень быстрое копирование данных причем большой порции в том случае если данные размещены на определенных кратных адресах то есть это должны быть выровненные данные собственно такое предположение позволяет скажем так с меньшими проверками на уровне аппаратуры такое копирование производить команда работает быстрее ну и в тот момент когда компания apple выходила на рынок ноутбуков домашних компьютеров вот в очередной заход меняя при этом архитектуру power на x86 да потому что до этого то что они выпускали выпускалась на других процессорах в тот момент в x86 уже вот эта вот команда существовала и они имели возможность стартовать с чистого листа и это требование фактически любой их код библиотечный как бы будет на него рассчитывать предполагать и если данные не будут выровнены такого рода вот операции быстрого копирования они начнут обращаться к невыровненным данным и программа аварийно завершится по причине general protection вот ну в свою очередь linux скажем так гораздо реже используют в тех библиотеках стандартных ну по крайней мере раньше реже использовал вот эту команду move dqa и зачастую можно было там весь курс учебный проучиться на это требование плевать и ни разу не налетели на какой-то сбой в работе учебной программы значит какого рода оптимизация можно предложить для того чтобы соглашение вызова не занимало много времени это особенно чувствительно в тех случаях если код функций само тело функции не очень большое то действие связанные с созданием фрейма с его освобождением они будут вносить некоторые дополнительные расходы эти дополнительные расходы будут сопоставимы с тем что делает полезная нагрузка и поэтому на совсем коротких функциях четкое и такое вот доскональное выполнение сидекла оно будет ухудшать производительность поэтому как вы уже знаете в некоторых ситуациях можно отказываться от использования указателя фрейма значит на его особое применение рассчитывает отладчик естественно это опять таки вопрос соглашения то есть можно скажем так определенным образом отыграть то что и бп не будет сохранен и этот регистр не будет указывать на фрейм предыдущей функции но это все опять таки нужно учесть и в какой то момент значит вот этот вот баланс интересов удобства отладки и эффективности а именно в одиннадцатом году уже даже когда наш курс в том виде в котором вы его видите отчитался поведение компилятора ГЦЦ по умолчанию оно было изменено и если только вы включаете оптимизацию сразу же происходит отказ от использования указателя фрейма таким образом если вы собираете программу в так называемом отладочном режиме без оптимизации то и бп по-прежнему используется привычным образом если вы подготавливаете так называемую релизную сборку уже для того чтобы можно было передать то что вы разработали потребителям естественно включается оптимизация эта оптимизация в том числе меняет работу с ебп это означает что адресоваться мы вынуждены будем только относительно регистра ESP соответственно в если раньше ебп плюс это были формальные параметры ебп минус содержимое фрейма то в этом случае у нас все всегда будет относительно верхушки стека и значит придется чуть побольше пересчитать для того чтобы значит уже большим размером смещений можно было добраться до того что лежит выше адреса возврата вот здесь на слайде приведен коротенький пример значит есть рекурсивная функция значит для которой я с помощью следующих приведенных здесь ключей компилятора dcc получил ну и слегка доработал для вашего удобства следующий асемблерный листинг немножко поясню значит ключик минус с это я прошу чтобы мне построили вместо исполняемого кода асемблерный листинг минус о большое с это означает что будем оптимизироваться по размеру чтобы код получился покороче ну и дальше вот этот ключик специально заданный минус f amid frame pointer это специальный ключ отдельно взятый ключ для оптимизации которая поменяет использование регистра и и bp это сделано как бы для того чтобы гарантировать включение этой оптимизации ну и последнее no optimize sublink calls это это сделано для того чтобы компилятор не подставил вот эту рекурсию рекурсивный вызов развернув это все в такой вот плоский алгоритм целиком закодированный в теле функции и у нас была такая вот прослеживалась явная связь между си кодом и асемблерным кодом ну и последнее конечно запрос выдать это все в синтаксисе языка асемблера intel ok поехали пробежимся быстро по коду значит функция length работает она со структурой значит структура устроена следующим образом карта у нее очень простая в начале идет payload потом идет поле next это нулевое смещение смещение плюс 4 значит сразу же как только попадаем внутрь функции мы ничего с и bp не делаем и формируем нужный размер фрейма значит вспоминаем что адрес возврата уже лежит значит нам осталось вычесть из esp 12 байт вот это вот одна команда очень быстро все что нужно отработала никаких обращений в памяти не происходит работа только с регистрами и сразу мы получили нужный фрейм 16 байт суммарного размера дальше нам необходимо таки понять что же у нас за параметр срп вот здесь вот смотрите команде мы обращаемся по адресу есть по плюс 16 давайте чуть порисуем привычная картинка адрес возврата под ним находится три слота пустых пока значит вспоминаем вот над адресом возврата такой отсечки показываем границу выровненных адресов соответственно здесь тоже границы выровненных адресов и сп показывает вот сюда но это тем образом плюс 16 это не что иное как вот этот слот на стете находящийся сразу над адресом возврата это у нас наш формальный параметр п ну а дальше считав его и dx мы проверяем то что он не нулевой значит если он нулевой мы отсюда перепрыгиваем на меточку l2 и собственно выполнение функции сворачивается в этот момент остается вспомнить что я x у нас предварительно был занулен и таким образом вот с этим нулевым значением и восстановленным в нужном виде фреймом мы выходим из функции противном случае если указатель не нулевой тогда мы перешагиваем на следующее поле next вытаскиваем указатель на следующий элемент вот в этом однонаправленном списке значит вот получили это в яйца x дальше я ци x копируется в то место на который указывает и сп и происходит рекурсивный вызов когда мы из него возвращаемся остается только увеличить я x на единичку ну и дальше все тот же самый эпилог увеличили и сп и завершили функцию если целенаправленно отключить даже вот при включенной оптимизации можно воздействовать на работающей оптимизации отдельными ключами значит комит той мнемоники а про которую я говорил о mid frame pointer если добавить на префикс но то мы целенаправленно будем продолжать выполнять требования по сохранению и бп что собственно вы и видите тот же самый код был пересобран я его пожалуй уже подробно комментировать не буду но значит явно видно что вот здесь мы уже привычным образом и бп положили на стек но и здесь вот с помощью команды лиф переставили и сп на и бп восстановили и бп и дальше выполнили команду рет что еще можно придумать в плане того как ускоряется вызов функции на самом деле такого рода оптимизация они в эпоху тридцати двухразрядных компьютеров во многом определялись фантазиями разработчиков компиляторов значит был период когда компиляторов существовало достаточно много но в какой-то момент поскольку компилятор это инфраструктурное средство в инфраструктуре разнообразие прям скажем не востребовано число компиляторов стало постепенно сокращаться если посмотреть что у нас происходит настоящий момент то вот вы увидите вот следующую картину значит в этом году я не поленился обновил этот слайд специально посмотрел что у нас делается значит есть два основных опенсорсных компилятора то есть компиляторы с открытым исходным кодом это кланк или как еще говорят ллвм и компилятор гцц вам известный гцц используется при сборке операционного при сборке ядра операционной системы linux между ними до сих пор есть как бы мелкие отличия которые на коротких учебных программах никак проявляться не будут и чем вы будете собираться это не важно но если речь идет уже про десятки миллионов строк кода то там чисто статистически различия диалектов языка си они будут влезать и причем чем больше кода тем больше таких будет некомпилируемых кусков поэтому даже сейчас такого вот полного взаимозаменения не произошло еще есть пара компиляторов от микрософта и от intel от intel в силу того что они разработчики процессора не хорошо знают как устроен вот сам этот процессор в кремнии и это им позволяет генерировать зачастую весьма хороший код но это уже не открытый компилятор это закрытое программное средство как мы как и микрософтовская до сих пор еще живы некоторое количество компиляторов так вот к чему я это все рассказываю к тому что значит в каждом таком компиляторе были свои определенные техники ускорения соглашения вызова если говорить по 80 90-е годы в силу разнообразие компиляторов это был определенный зоопарк и скажем так быстрые вы вызовы функций реализованы одним компилятором вообще говоря не стыковались с ответной частью если бы она была построена другим компилятором все это зависит от того какой по разрядности код строится 32 64 или даже 16 разных операционных системах все это тоже происходило по-разному если кому-то вдруг интересно посмотреть на вот этот ландшафт быстрых вызовов на функции то добро пожаловать в дополнительный материал который здесь внизу слайды я привел это домашняя страница датского исследователя агнера фога который уже на протяжении многих лет поддерживает в актуальном состоянии несколько технических отчетов в частности на его домашней странице приведенный тут есть отчет calling conventions for different c++ compilers and operating systems заранее предупреждаю что материал не адаптированный чисто технически но если вы с техническим англистом вполне справляетесь и увлекаетесь программированием я думаю вам это может быть интересно но а мы на самом деле перейдем к некоторой вырезки выжимки из этого материала собственно из того всего разнообразия можно выделить на самом деле скажем так несколько как бы основных отличий буквально вот всего два которые применяются это соглашение вызова принятое в операционных системах windows и соглашение вызова fast call которая на самом деле почти одинаково реализована в компиляторе gcc и компиляторе microsoft значит в чем отличается std call от сидекла а только одной особенностью тем кто именно будет освобождать стек от аргументов вызова значит когда-то в начале восьмидесятых годов когда вот эта архитектура x86 только появилась значит коллеги разработчики аппаратуры мы предложили вариант команды рет у которой есть один оперант это константа непосредственно закодированная величина которая позволяет сразу же при выполнении рет ESP еще сдвинуть на указанное в этом операнде число byte рет наверное это действительно удобно и даже быстрее если код пишется вручную либо не очень хорошо оптимизирующим компилятором когда данные для вызова функции то есть ее аргументы кладутся командами push собственно почему не сделать одновременно рет и серию команд поп объединенных с этим ретом собственно вот что здесь и происходит во всех остальных аспектах как размещаются аргументы в каком порядке как используют регистры это в точности известное вам соглашение CEDECAL по факту такое улучшение оно не дает каких-то заметных изменений в скорости уже сейчас в силу того что факторов влияющих на скорость стало гораздо больше и вот в этой вот общей массе этот момент ну совсем потерялся более того есть определенные неудобства в частности как возможно некоторые из вас уже догадались соглашение CEDECAL не позволяет реализовывать вызовы с переменным числом параметров потому что как мы видим вот здесь вызванная функция она имеет некоторое четкое предположение о том сколько было параметров и это число соответственно прибавляет к ESP в свою очередь CEDECAL предполагает что очищать будет тот кто нас вызвал и при переменном числе параметров только он может на самом деле в полном объеме знать а сколько же этих параметров он положил потому что на практике можно положить на стек больше параметров вызванной функции будет использовано меньше вот такая вот особенность значит вызовы функции с переменным числом параметров мы в рамках этого курса подробно уже не рассматриваем и последнее значит что здесь хочу я отметить то что функция соглашением STD call тем не менее можно вызывать изнутри функции работающих в соглашении седекал как это делается ну во первых нужно как-то указать что мы соглашение вызова по умолчанию поменяли в гцц мы используем все тот же механизм атрибутов о которых говорили на прошлой лекции два подчеркивания атрибут снова два подчеркивания и вот тут вот скобочках пишем ключевое слово STD call это означает что указанная далее функция будет использовать уже вот это вот соглашение STD call а не стандартный седекал если мы его будем вызывать из функции main который соглашение седекал что будет происходить тот момент когда мы вернулись из функции сом и внутри нее тем самым уменьшили размер стека это действие нужно здесь компенсировать и поэтому если тут у нас ред 8 добавил к ESP 8 то здесь мы в качестве такой компенсации из ESP 8 вычитаем собственно дошли до соглашения fast call которое пытается использовать для передачи параметров некоторое количество регистров к сожалению регистров общего назначения у нас крайне мало как вы видели их 8 штук из которых один уже забрали для работы со стеком значит то ли 6 то ли 7 потому что ЕБП тоже можно принудительно освободить использовать наравне с остальными регистрами но все равно регистров немного параметров аргументов вызова их может быть достаточно много поэтому есть некоторый компромисс который используют компиляторы GCC и Microsoft а именно если значит первые два параметра размещаются в регистрах ECX и EDX то значит именно через эти регистры мы их и будем передавать все остальное 3 4 5 все остальные параметры пойдут через стек так как мы это значит и привыкли и при этом то что находится на стеке потом будет удалено вызванной функцией то есть вот видите похоже на некоторый гибрид с STD колом но ничего удивительного потому что вот этот fast call он тоже был спроектирован в те времена когда еще предполагалось что можно активно пользоваться STD call если вдруг какой-то параметр не может быть размещен в регистре например у вас возникает тип данных long-long или структура ну тогда все значит в этот момент мы останавливаемся и сразу же начинаем использовать стек если вот такая нестыковка произошла на втором параметре то первое остается только на регистре если же первый не подошел то соответственно вот мы прямо с первого и начинаем ну давайте посмотрим что у нас тут происходит в коде который был собран с указанием атрибута fast call вот еще раз я поменял соглашение вызова по умолчанию на другое значит в этой простенькой функции мы проходимся по однонаправленному списку и каждый элемент полезной нагрузки подвергаем ксору с вторым вторым параметром как видно параметр п в силу того что это указатель умещается в ECX второй параметр unsigned тоже умещается в EDX и таким образом мы стэк не используем вообще никак для того чтобы передать параметры и таким образом если собрать функцию с включенной оптимизацией мы с вами увидим следующее фактически никакого пролога не происходит мы сразу же приступаем к работе с параметром p вот здесь мы проверяем что он не нулевой если он нулевой тогда мы прыгаем на метку точка L6 чтобы подготовить правильно возвращаемое значение вот здесь вот предыдущей команде мы EDX а именно параметр SOLT переложили в EX где должен находиться величина которую возвращаем из функции ну а дальше вот этот вот кусок кода это это не что иное как действие происходящее внутри ветки true оператора ИВ значит в каком то виде нам все равно потребуется память для того чтобы работать с величиной не разрушающейся во время изменения рекурсивного вызова да вспоминаем что значит тот момент когда у нас кого-то мы вызвали то EX и EX и EDX могут произвольно поменяться но поскольку нам P потребуется несколько раз мы сохраняем EBX после чего параметр P туда перекладываем значит дополнительно вычитаем 8 и опять-таки получаем выровненной по 16 байтной границы фрейм так давайте порисуем еще раз для наглядности значит адрес возврата под ним сохраненный EBX потом еще два неиспользуемых неиспользуемых элемента и общий размер 16 байт собственно почему эти элементы стека не используются ну потому что мы в свою очередь будем вызывать функцию по соглашению фаст это означает что аргументы вызова должны быть помещены на регистры значит EDX обновлять не нужно с ним мы ничего не делали в нем все что было все сохранилось но ну а ECX нужно переложить перейти на поле next то есть смотрим что было по адресу ECX плюс 4 этот указатель пересылаем в ECX ну и дальше идет рекурсивный вызов самой же функции XOR ML когда мы из нее вернулись вспоминаем что в EBX живет неизменившийся вот этот вот параметр если бы у нас был не фасткол а обычный сидекл то можно было бы наверное со стека перечитать еще раз но здесь фасткол и поэтому если вы не сохранили то что у вас было на регистрах то в общем то пиши пропало эти разрушенные величины потом уже никак не восстановить в общем случае значит вот здесь продолжаем работать с старой исходной вот величиной P значит получаем поле data то что мы вернули из рекурсивного вызова перексорили сохранив результат в EAX и этот же результат отправляем туда на что у нас указывает P с нулевым смещением вот в этой вот команде фиксируем этот побочный эффект ну и само значение результат вот этого XOR он уже лежит в EAX поэтому остается только вернуться наверх добавив 8 восстановить EBX и выйти из функции значит в качестве такой вот дополнительный ну не то чтобы проверки некоторого дополнительного самостоятельного задания предлагаю этот же код построить без оптимизации по стандартному соглашению и посмотреть какое у вас реально получится количество обращений к памяти если вот эту оптимизацию не использовать при этом стоит посчитать и неявные обращения которые будут происходить например при выполнении команды ред которая будет все так же вытаскивать адрес возврата со стека ну и очевидно при выполнении колл у вас тоже будут происходить обращения в память потому что на стек нужно будет адрес возврата положить вот для простоты всякий эффект связанный с завречением очередных команд учитывать не стоит если считать что действия с регистрами выполняются мгновенно и стоит считать только количество обращений в память то вы сразу увидите в результате такого подсчета насколько вот этот вот способен ускорить работу кода это пожалуй все по дополнительным соглашениям и давайте посмотрим что происходит у нас при переходе на 64-разрядную архитектуру значит о каких в принципе особенностях стоит говорить если речь идет про 64-разрядный процессор значит ключевые моменты это то что арифметико-логическое устройство будет оперировать соответственно уже не 32-х а 64-разрядными данными и соответствующая разрядность должна быть и адресного пространства которое желательно должно сохранять вот такую плоскую структуру чтобы можно было обращаться к его произвольному месту и как правило для того чтобы код программ работал быстрее в 64-разрядных процессорах вам предлагают ощутимо больше регистров общего назначения нежели то что вы видели в x86 значит из этого опять-таки очевидные плюсы вы уже не ограничены четырьмя гигабайтами оперативной памяти с которой можете работать и если у вас данных много то вы можете эти данные все единовременно в памяти размещать по факту что в линуксе что windows все четыре гигабайта которые потенциально адресуются через архитектуру набора команд вот эти все четыре гигабайта они недоступны если говорить про windows 32-разрядный в адресном пространстве неявно присутствует так называемая ватерлиния который делит его ровно пополам вот он нулевой адрес где-то наверху 2 32-1 ну и здесь 2 31 минус 1 это то что доступно для пользовательского кода ну и соответственно данные 2 2 гигабайта что на самом деле не так много в случае операционной системы linux вот такой явной границы между тем что доступно приложению и операционной системе его нет но все равно некоторые куски памяти они выделяются для размещения каких-то служебных данных и в полном объеме вы четырьмя гигабайтами по-прежнему не владеете естественно можно данные с файла перечитывать потому что в какой-то фиксированный момент времени вы со всеми данными особенно большими они работаете вот так вот порциями их загружать в память но естественно что это неудобно зачастую и именно вот по этой причине по причине необходимости расширить адресное пространство какой-то момент эволюционным способом или не совсем эволюционным скорее таким скачкообразным стали появляться 64-разрядные архитектуры если говорить про полноценные 64-разрядные архитектуры в которых вот эти вот все основные факторы честно выполняются то это скажем так архитектура и и а 64 это не то что x86 это другая архитектура и то не он альфа спарк power pc то есть вот все что какой-то момент у нас в 90-х годах возникло на рынке что интересно что x86 64 очередное расширение архитектуры я 32 момент особенно ее появление нельзя было считать честной 64-разрядной архитектурой ну слово честно естественно тут в кавычках значит при виду для снятия значит каких-то вопросов вот здесь прямо на слайде цитату одного из ключевых разработчиков инженеров компании intel который поясняет то как происходил этот переход а именно им нужно было расширить адресуемое адресное пространство сохранив при этом совместимость так чтобы прежние ранее написанные работавшие 32 разрядные программы также продолжали ничего не замечая успешно работать с той же самой производительностью потому что если бы произошла просадка по производительности то всех это очень сильно бы огорчило как тех кто пользуется так и значит самих разработчиков такой аппаратуры уже в виде снижения объема продаж на открытом рынке поэтому было принято некое компромиссное решение что давайте мы не будем с нуля разрабатывать новую процессорную архитектуру а мы просто возьмем и добавим некоторые дополнительные алгоритмы работающие ну работающие при декодировании команд ну естественно определенным образом поменяем число регистров их количественно подрастим как и по числу так и по размеру ну и так далее таким образом вот это вот двоичная кодировка команд IA32 она сохранилась но некоторые моменты скажем так положительные и удобные которые вам уже я думаю кажутся привычными в архитектуре IA32 они в 64-х разрядной архитектуре были потеряны о чем идет речь ну во первых надо сказать что у нас честной адресации от всех вот этих вот 16 xb-byte вот этой адресации не существует потому что на самом деле аппаратура поддерживает чуть меньшее количество разрядов с которыми позволяет работать выглядит это таким образом что если взять адрес то младшие разряды действительно могут варьироваться потом мы доходим до некоторого числа ну не погружаясь в детали назовем его ИТ после чего все до 63-го до 63-го разряда должно быть одинаково либо 0 либо 1 если нарисовать адресное пространство вот с таким вот выкушенным куском то это будет выглядеть так что вот где-то в серединке у нас выпадает кусок соответственно то что соотносится с нулями ну в силу того что вот это вот и оно сильно больше чем 32 мы получаем здесь огромное адресное пространство с которым можем работать значит если брать единички то здесь тоже огромное пространство появляется и в целом все запросы по работе вот с такой вот памятью это все закрывает регистров стало больше их стало скажем так уже не 8 их стало 16 и размер каждого регистра расширился до 64 разряд соответственно префикс е extended поменялся на префикс r и все привычные названия восьми первых регистров они по факту сохранились был я их стал ира x rbx rcx rdx ну и так далее остальные восемь регистров не мудрствуя лукаво просто назвали по номерам с восьмого по пятнадцатый ну примерно в той же манере как в древнем риме патриции называли своих детей секунда терция октавиан практически вот просто по номерам ничего тут такого необычного нету дальше eip превратился в регистр r ip извините за такой каламбур но тут ничего не поделаешь ну и соответственно eflux превратился в rflux тоже расширенный до 64 разрядов сама система команд она опять претерпела эволюционное расширение если вы помните на пятой лекции я рисовал что-то похожее на срез дерева и каждое новое кольцо это как бы очередное добавление новых команд в архитектуру системы команд значит появление 64 разрядных процессоров отметилась тем что возникло целое вот семейство векторных команд и векторных регистров которые здесь не приведены это дополнительные регистры но в силу ограниченности нашего курса того что это в принципе первый курс по архитектуре значит про векторные команды мы с вами вот в деталях говорить не будем но возможно потом если уж вдруг время останется где-то в конце курса поговорим добавили одну интересную особенность которой не было в а32 обращение к данным через смещение относительно счетчика команд у нас с вами будет пример на котором мы это разберем ну а дальше влезает не очень приятное ограничение то есть если в и а32 у нас среди типов операндов была полная заменяемость если мы работали с регистром там могла быть и память соответствующего размера естественно и константа вот в силу того что декодирование команд в архитектуре сильно не изменилось мы в данной архитектуре x86-64 почти никогда не можем задавать произвольные 64-разрядные константы такую величину можно закодировать только в команде move заслав ее в тот или иной регистр ну и дальше уже пожалуйста работайте с регистром и как иначе команды не могут появиться если нужно обратиться вот по абсолютному адресу 64-разрядному опять таки это одна единственная команда move которую при этом работает с памятью и с регистром RAX то есть таким образом для того чтобы записать что-то в произвольный совсем адрес памяти приходится целенаправленно вот для этого использовать регистр который уже перестает де-факто быть регистром общего назначения становится выделенным следующее интересное изменение произошли в соглашении вызова функции вот тот зоопарк про который я говорил совсем недавно он в 64-разрядном мире он фактически схлопнулся то есть уже было много чего обкатано посмотрели какие эффекты востребованы дают хороший результат и сразу же вот в это основное соглашение вызова все что нужно было помещено и оно чем-то идеологически похоже на совмещение отказа от указателя фрейма и соглашение фасткол при этом аргументы передаются не через пару регистров ECX EDX там или RCX RDX таких регистров стало гораздо больше таким образом вот эти вот 16 регистров раскидываются следующим образом у нас RSP по-прежнему остается указателем верхушки стека RAX по-прежнему возвращаемое значение ну а дальше первый аргумент второй третий четвертый они идут через RDA и RSA и RDX и RCX значит R8 и R9 это еще два регистра которые могут в себе размещать аргументы вызова но оставшееся оно раскидывается по правилам использования кто где их должен сохранять вызывающие или вызванные таким образом вот это соглашение вызова оно оказывается единым прямо вот для целой серии операционных систем и разных компиляторов то есть вот такой доминирующий подход собственно здесь вот эти вот все особенности мы уже проговорили значит силу того что РБП мы сразу договорились не использовать важно помнить что все отсчеты при работе со стеком идут относительно текущей позиции РСП давайте пробежимся по серии примеров значит первый пример совсем простенький у нас с вами листовая функция листовая как вы помните означает то что из нее ничего не вызывается если нарисовать граф вызова функции то видно что из нее уже никаких других ребер не исходит значит в данном случае у нас с вами есть два указателя вспоминаем что указатели по размеру подросли и вместо четырех байт занимают восемь ну и таким образом вот такая пересылка она будет выглядеть следующим образом у нас есть возможность работать без сохранения с регистрами RAX и RDX вспоминаем что первый и второй параметры идут через RSI и RDI но это тем образом пара пересылок параметры вытащила на регистры и потом эти же значения мы поменяв местами аппаратно отправили в память то есть как можно видеть никаких вспомогательных обращений в стэк не происходило и помимо вот реализованной функции ее тело обращение происходит только один раз когда выполняется команда рядом и берем со стэка адрес возврата тем образом фрейм вообще не создавался чуть более сложный пример когда нам все таки придется что-то выделять на стэке потому что в данном случае у нас с вами есть автоматическая локальная переменная лог это массив из двух лонгов ну опять-таки в силу того что размер машинного слова увеличился у нас лонг тоже по размеру вырос с 4 до 8 ну и для того чтобы оптимизация компилятора это все не упростили и здесь добавлено ключевое слово волатайл благодаря которому все вот эти вот 4 пересылки они явным образом будут в ассемберном листинге отражены в коде нету ничего кроме пересылок но есть один момент на который я хочу обратить ваше внимание собственно чему этот пример посвящен а тому что значит здесь выгрузив значение на которое ссылается указатель в регистр ра x во второй команде отправляем его в память rsp-4 и это явное нарушение тех правил тех соглашений о которых мы первую половину курса говорили что ниже верхушки стека на самом деле ничего не существует чтобы работать с блоком памяти согласно дисциплине стек мы должны этот указатель верхушку стека аккуратно вначале переставить но в некоторых случаях даже это простое действие с регистром можно не выполнять потому что в соглашении 64-разрядные машины появилось еще одно дополнительные требования о том что у вас есть возможность относительно текущей вершины обращаться вниз на сто двадцать восемь байт и это пространство называется red зона красная зона почему красная ну тут уместно провести аналогию с биржевыми торгами если включить какую-нибудь тематическую радиостанцию типа коммерсант или бизнес fm то утром вам будут сообщать что сегодня торги на мосбирже шли в красной зоне это означает что котировки акций снижались и вот у нас тут тоже самое если речь идет про отрицательные смещения то относительно рсп мы смещаемся вниз ближе к нулю и вот это пространство как раз оказывается вот этой вот красной зоной ну и соответственно если к рсп что-то прибавлять то это уже мы будем двигаться в зеленом направлении в направлении роста зачем это было сделано ну для того чтобы лишний раз не переставлять регистр рсп собственно сократить размер кода сократить объем действий но вот чтобы это соглашение работало пришлось поменять поведение уже на стороне операционной системы эту особенность вы едва ли могли вот сейчас вот так на ходу предусмотреть изменения связаны с тем что в какие-то моменты работа вашей программы будет прерываться прерываться некоторыми событиями ну например извне в компьютер пришли данные например по сети пришел сетевой пакет и его сетевая карта положила в память самостоятельно как такое происходит это мы где-то лекции через десять будем разбирать либо например сработал аппаратный таймер либо у вас программе выполнилась неправильная команда и вот в тот момент когда произошло некоторое событие операционная система будет останавливать работу вашего приложения и операционки тоже потребуется стек ну и если вы на стороне приложения хотите работать с красной зоной то операционная система на своей стороне она как раз должна это учесть и сразу же прибавить к rsp 128 чтобы не дай бог не затереть те данные которые вы туда могли положить таким образом просто на уровне соглашений вот эту вот особенность оптимизационную удалось обыграть что если нужно операционка сама добавит ну а вот такие добавки они случаются относительно реже нежели вызовы функции в пользовательском коде следующий пример ну тут у нас чуть усложнилась это уже не листовая функция она вызывает из себя функцию swap значит мы передаем массив фактически массив уже передается не по значению это будет тот же самый указатель и еще мы передаем второй параметр это int 32 разрядная величина ну и вот собственно эти параметры нужно дальше перетянуть внутрь функции swap как это будет выглядеть первое что происходит int нам нужно расширить до 64 чуть было не оговорился до 32 но размерность у нас тут уже удвоилась ну и дальше мы используем вот эти вот уже длинные 64 разрядные величины для вычисления исполнительных адресов вот похожая конструкция которую вы уже видели то есть она абсолютно также работает и в 64 разрядном коде то есть это у нас адрес элемента и плюс 1 в rdi лежит база rsi это преобразованный расширенный int ну и 8 это соответственно плюс один элемент потому что это массив из лангов то есть восьми байтных величин соответственно в rdi мы получаем второй адрес ну и последнее что осталось переложить rx в rsi ну и дальше вот у нас rsi rdi подготовлена и мы просто вызываем функцию swap вот собственно и все опять как видно у нас пролог и эпилог как таковые перестали выполняться ну и код из-за этого благодаря этому работает несколько быстрее вопрос может вызвать что же у нас происходит вот здесь вот на этих двух последних строчках происходит очень интересное явление связанное с тем как работает аппаратура то есть эту особенность можно назвать ошибкой можно более дипломатично сказать что это просто особенность связана она с тем что что аппаратура стремясь избавиться от проблем опустошения конвейера про это явление мы с вами говорили когда в принципе обсуждали условную пересылку данных вот чтобы с этими проблемами бороться аппаратура сам процессор пытается предсказать куда будет происходить тот или иной прыжок даже если речь идет не про условные передачи управления условные безусловные если речь идет даже вот про команду red который мы будем выходить из вот этой функции swap из нее мы будем выходить ретан для этого рета будет запоминаться и потом использоваться то куда он это управление перейти давал ну если значит посмотреть то вроде получается что из рета внутри функции swap мы должны сразу попасть вот на команду red функции swap или и увы аппаратура была сделана так что в этом случае если мы перепрыгиваем на команду red предсказание перестают работать подчинить в аппаратуре это инженером как-то было несподручно потому что можно сделать извините за жаргон костыль то есть добавить некоторую команду которая ни на что не влияет но с точки зрения работы предсказателя переходов все становится гораздо лучше и вот к одному байту который кондирует команду red можно приписать называемый префикс префикс повторения можно его воспринимать примерно как команду ноб которая ничего не делает но если она появляется как целевой адрес из которого то есть на которой мы вываливаемся из кола то вот этот момент у нас предсказатели начинают работать гораздо лучше значит более детальные пояснения ну так относительно детальные они приведены вот здесь вот на вот этой вот обрезочки есть отсылки опять-таки к технической литературе если у кого-то есть силы и любопытство добро пожаловать значит техническая документация вот а им д она весьма интересно и на самом деле увлекательно то есть стоит почитать я рассказываю я про эту особенность потому что с одной стороны видно как работа аппаратуры качественно изменилась с течением времени то есть вот простого этого потока выполняемых команд мы перешли к чему-то более сложному к работе всевозможных предсказателей переходов и там прочих оптимизационных решений именно на уровне самих электрических цепей и зачастую особенности их работы вот такого рода рекомендациями подправляются но и то что если кому-то из вас будет любопытный вы начнете дезассемблировать тот код который построили вы сплошь и рядом будете натыкаться на такую пару команд как реп ред и будут вопросы а что же это такое а почему для чего это нужно но вот нужно для того чтобы программы работали чуть быстрее у нас с вами остается 20 минут и давайте потратим их на разбор уже последнего примера в котором посмотрим как мы разбираемся при обращении к статической памяти при работе со статической переменной здесь все коде это переменная типа лонг ну если более аккуратно сказать конечно с точки зрения языка си это не статическая глобальная переменная что нету спецификатора статик в начале но с точки зрения терминологии ассемблерных секций это именно то что окажется внутри секции статических данных и будет где-то размещено относительно недалеко от секции с кодом значит здесь у нас в этой функции есть и вызов чего-то то есть вот можно увидеть что первое действие это фактически предыдущий пример но и плюс идут некоторые вычисления которые затрагивают вот эту вот глобальную переменную который вычисляет сумму вот в этом случае мы видим что нам необходимо будет создавать такие фрейм потому что придется регистры для удобства сохранять и дальше как мы увидим у нас будет происходить обращение к статической вот этой переменной определенным образом значит чтобы такой код собрать нужно так или иначе указать модель памяти значит таких моделей четыре штуки чем же они отличаются значит называемая малая модель смотря на то что машина 64 разрядная вам дают пользоваться всего лишь двумя гигабайтами памяти находящимися в малых адресах соответственно ну и таким образом это мало чем отличается от построения того кода который строился для 32 разрядной машины соответственно тернел то же самое но уже на верхние два гигабайта и это та модель которая будет использоваться при построении кода драйверов операционки например они как правило вот верхних адресах расположены следующее это medium модель в которой у нас как бы по умолчанию все что можно попадает в младшие два гигабайта код статические данные ну а если вдруг появляются какие-то большие объекты которые по своему размеру превышают некое пороговое значение тогда они могут уже размещаться в произвольных адресах для них будет уже строится код определенным образом чуть по другому нежели это происходило как вы это видели ранее так давайте я подпишу вот какой порог используется но опять таки это можно настроить когда в текущей версии компилятора я даже не скажу это момент точно не принципиальный но если уже явно задать модель памяти large тогда значит любые обращения они начинают как бы к данным строится особым образом но теперь давайте посмотрим что же у нас значит происходило первое что делалось значит сохранялась пара регистров rbx и rbp потому что они нам потребуются для размещения тех величин которые потом будут переиспользованы после вызова функции ну и дальше дополнительно было выделено еще место на стете для фрейма соответственно вот это вот концовка эпилог то полное обратное действие освобождение и восстановление вот этих регистров ну а дальше мы видим вот эти вот команды из второго примера а именно вычисление адреса и плюс 1 и этого элемента значит мы эти регистры rbx и rbp на которых адреса были насчитаны перекладываем в rsi и в rdi вот функция вызывается а дальше мы используем то что rbx и rbp вызовом не портится значит смотрим что вот здесь у нас адрес был посчитан здесь посчитано здесь они ведь адреса используются и таким образом мы сразу по этим адресам получаем обращение в память это можно сделать получили rx потом домножили на то на что указывает rbp и вот дальше вот в этой команде подчеркнутой мы прибавляем к переменной сам результат этого произведения здесь возникло ключевое слово рел что же это означает давайте порисуем еще раз значит мы не знаем на самом деле в каком месте памяти мы окажемся мы не можем предполагать что это будут младшие адреса младшие 2 гигабайта так что нам машина позволит туда адресоваться но мы точно знаем что размер кода и данных он относительно невелик таким образом вот где-то у нас будет расположена секция текст непрерывно к ней будет пристыкована секция дата образуя в памяти вот эти его сегменты там bss ну и тому подобное и вот архитектура x86-64 чтобы компенсировать вот это ограничение добавляет возможность обращаться к данным относительно текущего значения счетчика команд чего не было в архитектуре я 32 в принципе то есть мы могли перепрыгнуть куда-то относительно текущего значения но обратиться относительной я и пи на чтение или на запись было невозможно а тут это возможно тот момент когда у вас регистр показывает на какую-то команду и вы ее выполняете на самом деле естественно уже и райпи пересчитан на адрес следующей команды к нему можно прибавить некоторую константную величину которую можно как раз закодировать в теле команды это у нас смещение и таким образом вот здесь в этом коде у нас метка сумм она будет означать не абсоцировать абсолютный 64 разрядный адрес а скромное относительно небольшое в пределах 32 разрядов смещение относительно вот этой вот точки значит естественно вручную если там пытаться писать в машинных кодах то крайне неудобно вести вот эти вот подсчеты прикидывать значит где вы находитесь сейчас в коде сколько еще команд какой длины будет до конца секции из какого места секции дата пойдет нужная переменная и тому подобное это все за вас делает ассемблер и компоновщик но они в результате именно такую операцию проведут сумм поменяют на какую-то константу которую потом сложим с текущим значением rip и к нужному месту сможем обратиться один раз мы с вами уже что-то вот говорили про позиционно независимый код когда я рассказывал про раскрутку программы во время ее запуска там был кусочек кода подстыкованный из библиотеки времени поддержки компилятора и этот код был позиционно независимый поэтому он тоже пытался найти текущий адрес потом к нему что-то прибавить и как вы помните вот чтобы этот фокус провернуть нужно было выполнить целую последовательность команд вначале куда-то передать управление колом потом считать адрес возврата и потом к этому адресу возврата что-то прибавляли убавляли здесь эту технику сделали более простой и наглядный просто путем того что можно написать вот это ключевое слово рел и адресоваться к данным и того что можно вот так вот сказать про вот это вот стандартное соглашение вызова она в себя вобрала все уже подтвержденные и использующиеся оптимизации как то передача аргументов через регистры отказ от указателя фрейма добавили возможность работы со стеком не переставляя рсп ниже но и в совокупности это ну очевидно дало такую прибавку производительности которую вы получаете как бы сразу а 2 и а 2 и а и и и а и и и и